Десять лет назад губернатором Алтайского края был избран Александр Карлин. Минувшие десять лет в социально-экономической жизни региона произошли большие изменения. Какие проблемы регионального развития приходилось решать краевым властям, предпринимателям и жителям края за эти десять лет, и поговорим сегодня. Это программа «Ваша партия» и я, ее ведущий, редактор информационно-аналитического портала «Док-22» Артем Кудинов. А участниками сегодняшнего разговора станут член Совета Федерации Михаил Павлович Щетинин, известный на всю Сибирь алтайский фермер Александр Васильевич Гуков и руководитель Союза предпринимателей Алтайского края Юрий Александрович Фриц. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Ну, тему нашего разговора я уже в самом начале обозначил. Одна из предыдущих программ была посвящена политическому развитию нашего региона за эти минувшие десять лет. И десять лет, которые были связаны, естественно, с именем главы региона Александра Богдановича Карлина. Сегодня поговорим об экономике, без нее никак. Итак, первый вопрос, может быть, ко всем участникам, и к Михаилу Павловичу, наверное, первую, потому что он наиболее информирован в этой части. В какой экономической ситуации находился Алтайский край вот к моменту, в середине нулевых, к моменту избрания и назначения Карлина губернатором края? Какие проблемы тогда стояли перед краевой властью? Александр Богданович приступил к исполнению своих обязанностей 25 августа 2005 года. В регионе в этот период сложилась, ну, если мягко сказать, да, непростая и экономическая, и социальная ситуация. Экономическая ситуация была обусловлена, ну, отсутствием серьезных бюджетных ресурсов в крае. В этот период шла как раз, в разгаре была уборочная кампания, а на горюче-смазочные материалы средства тоже серьезные не поступили. Нужно было готовиться к зиме, а... Угля не было. А угля не было, и средств на приобретение угля тоже не было. Край имел большую задолженность перед Росрезервом, как раз за горюче-смазочные материалы. Край имел серьезные долги перед федеральным лизингом на приобретение сельхозтехники. Ну, в основном, эти долги были, конечно, за счет тех гарантий, которые край выдавал нашим сельхозтоваропроизводителям. Это не могло не сказаться на экономике, на общей ситуации, сложившейся в край. Поэтому перед Александром Богдановичем, перед той командой, которую он начал формировать с первого дня своей работы, стояли, на мой взгляд, не то что непростые, а очень сложные и многоплановые задачи. Хорошо, понятно. Александр Васильевич, а вы вот как вспоминаете 2005 год, вот с чем он связан, появление Карлина? Я вспоминаю, как раз это время было, значит, ну, сельхозы, можно сказать, себя исчерпали, а крестьянские хозяйства еще не окрепли. Поэтому вот Александр Богданович, он все время говорит, что, ну, главная ценность Алтая – это люди. И он все время, значит, ну, видно, говорил и главам районам, значит, и сам, вот, то есть, выявлять надо лучших людей, чтобы, значит, потом на базе, то есть, эти крестьянские хозяйства взяли это на тебя, ношу этих ТОО там, значит, вот. И постепенно, значит, вот и в Ключевском районе, значит, у нас Григоренко, это Владимир был, значит, взял в Ключевском совхозе, это скот. В Кулунде очень многие это ребята, значит, взяли. И поэтому как-то вот, ну, с помощью губернатора тут, поддержки, значит, стало маленько, значит, это все налаживаться. Понятно. То есть, вот первые такие шаги, вот ваши воспоминания связаны с тем, что вот крестьяне какую-то поддержку, в том числе от краевой власти, я так понимаю, получили, да? Да, с первых дней своей работы Александр Богданович, нашим сельхозтоваропроизводителем, обозначал задачи не только производства зерна, но и развития животноводства на территории Алтайского края. Он, кстати, всегда про это говорил. И практика подтвердила правоту вот губернатора. Там, где развивается зернопроизводство и животноводство, наиболее у нас крепкие хозяйства. Ну, он, кстати, Александр Васильевича постоянно спрашивает, ну, что там, как скот, мой скот, да, как он говорит, спрашивает, мои овечки, да? Он как, да, говорит, Александр Васильевич, да я слышал, вы там овец, это немного заведи. Я говорю, ну, для столовой, говорит, а для нас? Ну, для нас тоже, мы так это посмотрели, значит, ну, сегодня две с половиной тысячи овец. Он всю ваше поголовье все знает, я думаю, свидетельствует. Да, знаете, и вот, значит, мы уже на выставке от Урала до Дальнего Востока уже золотые медали получаем, значит, вот. Ну, и как-то вручал он мне медаль, значит, я говорю, Александр Васильевич, для себя и для вас приготовили. Ну, то есть, для Алтайского края, я понимаю, спасибо, Александр Васильевич. Понятно, понятно. Он про вас не забывает, вы про него. Игорь Александрович, у меня к вам вопрос, как к руководителю Союза предпринимателей, и почему мы вас пригласили, ну, не потому, что вы предприниматель, и поэтому, кстати, тоже, ну, и потому, что предприниматели вносят очень серьезный вклад вообще в экономическое, социальное развитие нашего региона. Вот, по-моему, даже 20% внутреннего регионального продукта формирует предпринимательский сектор, даже больше. Но, у меня вопрос в связи с этим, вот к вам такого плана. Вот вы знаете, очень многие губернаторы, главы регионов, когда приходят, так сказать, в регион, за ними приходят свои, так сказать, коммерческие структуры и так далее. Вот в связи с этим, на ваших ожиданиях как-то вот сказалось то, что губернатор, избранный и назначенный президентом, оказался никак не связанный ни с нашим бизнесом, ни с инорегиональными какими-то коммерческими структурами. Вот вы ожидали, что появится человек, который, ну, вот, будет выступать в качестве независимого арбитра и имело для вас значение вот этот факт? Ну, давайте чуть-чуть коснемся тогда, вы же помните события, которые предшествовали приходу Александра Богдановича. Действительно, Михаил Павлович сегодня говорил о том, что, ну, трудностей в экономике было более чем, более чем. Вот мы перед эфиром разговаривали. Я помню, что они усугублялись тем, что появлялись люди во власти, которые тянули за собой предпринимателей из других регионов. Совершенно верно. То есть мы вот... Протекцию им оказывали. Перед эфиром говорили, что сколько недостоя было. Власти, бизнес. Да, и так тоже было. Да, совершенно верно. И то есть такой системно-негативный подход, он присутствовал, да, при всем моем уважении, там, Михаила Сергеевича Людокимова. Вот, конечно, приходит новый человек в регион, всегда некие ожидания, некие опасения. И опасения в том числе. Да, и опасения. И отчасти, Артем, ты прав, что были опасения, что придет команда, как бы, как это говорят, варягов, то есть... Отодвинет местные. Которые интересы региона, ну, не самые, что ли, родные и близкие. Первостепенные. Да, обнадеживало то, что все-таки Артем Богданович наш земляк, он, значит, Алтайский край, ему, значит, регион родной. И, в общем-то, эти ожидания оправдались в большой степени. Мы сегодня можем с уверенностью сказать, что Артем Богданович наш земляк, и его действия, и интересы региона ему сегодня, ну, просто, как бы, по определению, значит, близки. И экономика, да, конечно, невозможно на экономику Алтайского края смотреть в отрыве от экономики в стране, в общем-то, это вещи связанные. Но вот та система и вертикаль власти, и те системные подходы к управлению, которые происходили на федеральном уровне, они, конечно, и транслируются на региональный, и стало больше порядка. Объективно, объективно, это так. И, в общем-то, наверное, меня коллеги поддержат, что большинство предпринимателей, которые сегодня успешны, они, в общем-то, успешны благодаря той стабильной ситуации, которая формировалась в крае на протяжении последних, в том числе, 10 лет. А вот насчет стабильности, Михаил Павлович, не могу вас не спросить, поскольку вы, ну, если не буквально, не в буквальном смысле, с первых дней работаете вместе с губернатором, ну, вы, как бы, член его первой и всех последующих команд. На две недели позже, скажем так. На две недели позже, ну, будем считать, что с первых дней. Вот на чем эта стабильность формировалась и создавалась? И вот системность, о которой Юрий Александрович сказал, вот это действительно так, потому что команда с ошибками, может, с просчетами, но тем не менее системность, она присутствовала. То есть, какая-то стратегическая составляющая была всегда. Следует, видимо, сказать, что, во-первых, Александр Богданович сам очень системный человек. Он работает системно во всех областях, он широко и глубоко образованный человек. И самое главное, что он чутко относится к любой инициативе, к любой инициативе. И если чувствует, что в этой инициативе есть изюминка, то он обязательно реагирует и понимает буквально вот с первых фраз полуслова. Поэтому, начиная фактически с первых дней работы, мы начали системно работать над созданием планово-прогнозных документов Алтайского края. Вы знаете, что сегодня регион живет по стратегии социально-экономического развития до 2025 года. Есть план социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. И сегодня у нас эти документы есть в каждом муниципальном образовании, в каждом муниципальном районе и в каждом городском округе. Мы сегодня живем в силу наших возможностей по плану. Конечно, это далось не сразу. Конечно, не всегда мы встречали в этой части понимание. По некоторым позициям, когда мы начали серьезные цифры урожайности закладывать, многие профессионалы сельского хозяйства улыбались, некоторые прямо открыто протестовали. Но практика-то показала, что несмотря на все те невзгоды, которые пришлось пережить Алтайскому краю, это и масштабные наводнения, пожары, засуха, тем не менее мы стабильно, я считаю, собираем достаточно высокий урожай. И это не предел. Поэтому вот эта системность, она с первого дня была транслирована губернатором в органы исполнительной власти региона. Это взаимодействие друг с другом органов исполнительной власти Алтайского края, их взаимодействие, в свою очередь, с муниципальным уровнем властей и, безусловно, взаимодействие с федеральным уровнем. Все это, тот системный подход, он дал внятный, осязаемый результат. А вот то, что касается перерабатывающей промышленности, ведь у нас, по-моему, за последние 10 лет, это вам, ну уж точно, знаете, прекрасно и досконально, пищевку, переработку нашу, сельхоз, вот просто, по-моему, уже огромный, так сказать, рывок и скачок сделало. И, кстати, в эти годы прошло большое капитальное, глубокое перевооружение, модернизация всей отрасли. Вот если говорить опять вот о начале нашей работы, о 2005-м годе, то на тот момент в Алтайском крае была самая мощная, она и сейчас самая мощная в стране зернопереработка, самая современная. А вот другие отрасли пищевой перерабатывающей промышленности отставали. Я имею в виду молочное, мясо. Да, 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 зернопереработчикам повезло в том плане, что они вот в последние вот советские годы, они вот ухватили эту возможность технического перевооружения, получили современную технику и уже завершали техническое перевооружение в постсоветское время. А молочникам, масличникам, всем другим пришлось уже выстраиваться уже в постсоветское время, когда уже государство в таких масштабах помощь, конечно, не оказывало. Но тем не менее, вот за эти 10 лет фактически вся молочная отрасль Алтайского края прошла глубокое техническое перевооружение. У нас сегодня современные молочные заводы, современные сыродельные заводы. Есть предприятия, аналогов которым в Российской Федерации мы не найдем. Вот, в частности, это касается сыроделия. Сегодня у нас крупнейшее за Уралом предприятие по переработке семян масличных различных. Сегодня у нас серьезные мясоперерабатывающие предприятия. Сегодня наряду с развитием мясной отрасли, то есть производство свинины, говядины, мяса птицы развивается следом и перерабатывающая промышленность. Сегодня мы имеем широчайший ассортимент продовольственной продукции, производимой на территории Алтайского края. И что самое главное, это продукция высочайшего качества. Это не мнение, скажем, Щетинина или вот собравшихся здесь, это мнение экспертного сообщества. Юрий Александрович, что-то добавить хотели, да? Буквально на двух словах, неоднократно на различных встречах, на различных совещаниях, Александр Богданович упоминал о том, что одна из главных задач, главных приоритетов, это то, чтобы максимально произведенная сельскохозяйственная продукция перерабатывалась в Алтайском крае. То есть, а это развитие производства, это то, что добавленная стоимость отдается, это развитие предпринимательства, то, что как бы нам особенно близко. И такой тренд есть. Понятно, что, наверное, все производить мы не можем, но перерабатывать, стремиться к тому, чтобы перерабатывать львиную долю, если не все надо здесь, в Алтайском крае, это как бы задача, задача из задач. И вот это своего рода до конца не решена, да, Александр Васильевич кивает? Такой вот посыл и направление деятельности, в котором можно развиваться бесконечно. Она не может быть до конца никогда решена. Все равно какая-то часть сырья будет вывозиться. Задача состоит в том, чтобы эту часть минимизировать, потому что все равно высокая добавленная стоимость только на готовую продукцию. Если такая возможность есть, даже теоретическая, то надо к этому стремиться. Юрий Александрович, вот по поводу предпринимательства, тут вот о лице предпринимателя мы в шуточной форме немножко коснулись. А на самом деле вообще, а как изменилось предпринимательство за 10 лет? Вот мы с вами в самом начале перед съемкой еще начали говорить. А что появилось новое? Что отличает вот предпринимателя последнего десятилетия, да, к примеру, начиная с нулевых, да, с середины, от предпринимателя, к примеру, конца 90-х? Вот чем они отличаются? Алтайских предпринимателей, я имею в виду. На мой взгляд, да не обидятся на меня коллеги, в общем-то предприниматель это человек тот, который сегодня принимает решения и отвечает за них. Он рискует не только, условно говоря, каким-то своим благосостоянием, но сегодня эти вопросы уже, в общем-то, он зачастую рискует и материальной составляющей, так и уголовной, и репутацией в первую очередь. Потому что сегодня закон достаточно жестокий, и не выплатив заработную плату вовремя, ты можешь оказаться в неприятной ситуации. Вот то, о чем вы говорите, это в полной мере относится к вашим коллегам, которые вот в Алтайском крае живут. Вот что-то вот их отличает от коллег там из Новосибирской области, Михаил Павлович, может, вы-то тоже ведь, в общем, в этой среде. Вот что отличает Алтайское предпринимательство от Новосибирского или Кузбаска? Вот что можно добавить? Знаете как, на Алтае ведь никогда не было крепостного права. В Новосибирске-то его тоже не было. И это, ну, как сказать, как сказать, вот, там другой совершенно тренд развития был. Ну, это да, это да. А вот это не могло не сказаться и на алтайском предпринимателе. У нас предприниматели Алтая всегда отличались со Столыпинских времен, до сегодняшних дней отличались от своих коллег вот в соседних территориях. Это наличие собственного мнения, наличие собственного понимания в развитии. Не случайно вот за прошедшие 10 лет более чем в два раза увеличилось количество малых предприятий. Инвестиции в основной капитал выросли в 12 раз. Мы, кстати, по этому показателю, по-моему, одни из лидеров не только в Сибири, а вообще в Российской Федерации. 105 миллиардов рублей. И только господдержки предприниматели получили 2,5 миллиарда рублей. Ну, как они должны тогда, как они должны выглядеть? Они должны выглядеть как современные деловые люди, которые понимают, чего хотят, которые, ну, скажем так, думают не только о себе, но еще и о своей малой родине и о родине большой. Мы немножко коснулись о господдержке, о том, сколько средств в господдержку вкладывало государство, и в том числе вопрос инвестиций. Вот это слово прозвучало. Вы возглавляли долгие годы Главное управление экономики и инвестиций, подчеркну, да? Глав экономики, так коротко. За последние 10 лет, по данным статистики, это официальная статистика, не выдумки, объем инвестиций вообще в Алтайском крае увеличился вдвое, да? Вот если мне память не изменяет. Вот с чем связано увеличение объема инвестиций и куда направлялись эти средства? И какой эффект все это, так сказать, дало вот эти вот вложения? Вы частично на этот вопрос уже ответили, вот в начале нашей беседы. Началась системная работа по привлечению в Алтайский край инвестиционных ресурсов, и бюджетных, и внебюджетных. Во всех органах исполнительной власти. Головным было Главное управление экономики и инвестиций, безусловно. Оно эту работу координировало. Но в целом это системная работа всех органов исполнительной власти, системная работа предпринимательского сообщества, системная работа наших аграриев, системная работа наших промышленников. Началось системное развитие социальной сферы промышленного и сельскохозяйственного производства. Не случайно темпы роста экономики увеличились фактически в три раза. Ведь за последние 10 лет было реализовано более тысячи инвестиционных проектов в различных сферах, как реального сектора экономики, так и в социальной сфере. 600 миллиардов рублей инвестировано в эти проекты. Это, на мой взгляд, огромные деньги. И фактически это в 7 раз больше, чем за предыдущие 10 лет. До 2005 года, до прихода в регион Александра Богдановича, все старались себя здесь выстроить сирыми и убогими. Ну, всегда сирому и убогому, копеечку, русский человек, он на всех уровнях, жалостливый, что-то в протянутую руку бросит. Значит, совершенно другие подходы были продекларированы Александру Богдановичу. Помогают не слабым, помогают сильным, помогают тем, кто хочет работать, кто хочет развиваться, у которого есть четкое понимание, чего он хочет, к чему он стремится, и во главе всего этого – жизнь людей, улучшение жизни людей. И вот, когда это было протранслировано на федеральный уровень, при системной поддержке, вот при той работе, о которой я уже говорил, вот тогда началось привлечение. Федеральный центр поверил в то, что в Алтайском крае эти деньги не пропадут, не уйдут налево или направо, а будут потрачены на те цели, которые декларировались. Юрий Александрович, к вам это тоже, в общем, имеет непосредственное отношение. И та тема, которая действительно зазвучала, наверное, именно при Карлине – это тема туризма. То есть туризм стал развиваться впервые за многие десятилетия, начал развиваться системно, появились программы, появились федерации. То есть до этого был, все это было. Были там местности, были курорты. Но вот в едином… Несны селеные. Да, да. Но единым комплексом все это начало развиваться при Карлине и получило как бы звучание на федеральном уровне. Что по этому поводу можете сказать? Ведь эта сфера, она как раз связана с предпринимательством, бизнесом и так далее, да? Ну, я не думаю, что… Вы согласны, кстати, со мной? Может, я не прав? Конечно. По-моему, так. Значит, туристическая отрасль развивается динамично. Может быть, это одна из наиболее динамично развивающихся отраслей нашей экономики сегодняшней. Наверное, нашим землякам, жителям Алтайского края, не надо рассказывать о всех прелестях отдыха, в том числе в Горном Алтае, в районе Череша, Зминогорска. Да и просто сельский туризм, который сейчас двигается даже на уровне… Значит, у нас много уникальных мест. И, значит, вдвойне приятно то, что в этой сфере поддержка оказывается серьезное развитие туризма. Ну, может быть, Михаил Павлович лучше знает в цифрах. Это же бешеные, очень гигантские цифры. Деньги, значит, направлены… Давайте тогда его тоже… Принципиально изменил подходы к туризму. Он, наверное, первым из руководителей региона за всю историю развития Алтайского края. Туризм рассматривал как экономическую категорию, как отрасль реального сектора экономики. Он в 2006 году поехал в свою поездку в такую большую по нашим предгорным районам, вернулся и распорядился немедленно передать туризм, изведение культуры, ведение экономики. Значит, мы имели тогда, на тот период, в 2005 году, мы имели туристический поток 400 тысяч человек. Теперь мы имеем 1 600 000 человек туристический поток. И есть все основания полагать, что по итогам 2015 года мы либо приблизимся к 2 миллионам, либо даже этот рубеж преодолеем. Для Алтайского края это очень важно, потому что в стратегии социально-экономического развития у нас стоит цифра 3,5 миллиона. Если так будет дальше, мы и 3,5 миллиона для нас не будет пределом. Достаточно сказать, что в валовом внутреннем продукте по итогам 2005 года туризм занимал 1,2%, а сегодня занимает 6%. Я хотел бы сказать, что за эти годы, вот Александр Баганович, это когда работает, ну, я бы сказал, сами фермеры изменились, они стали на голову выше. Ну, во-первых, все, которые были слабенькие, они ушли, потому что требования к ним повысились. Вот, если кто получал урожай ниже, чем совхозный к ним давление, какие-то применялись, я считаю, правильно. Александр Баганович это всегда говорил. Нет, совхоз получает 10, вы выделились, мы надеялись, что будете 15, а вы 3 получаете. Нам не нужен такой фермер, значит, вот. А сейчас, вот, знаете, ну, все-таки остались те люди, которые, ну, действительно, любят землю. Много пришло уже, значит, сыновей этих фермеров. Вот, я знаю, Корневы, значит, Саша и мать, это Людмила, сын у них. Вот вчера, это буквально, значит, беседовал, закончил институт, в аспирантуру. Вот, с отцом, значит, все время. Ну, он что знает, ну, что не спросишь, он что знает, и такой напористый парнишка. Говорит, Саша, можно я с вами это поеду, посмотрю? Проехал, говорит, ну, я думал, пшеница у меня лучше, у вас маленькая, но надо еще работать. Ясно. Александр Васильевич, ну, хорошо, да, будем завершать уже совсем, да. Вы знаете, вот, конечно, много сделано, но, наверное, еще больше предстоит сделать, потому что, когда останавливается на достигнутом, это всегда, как бы, вот, хотелось бы что сказать. Сегодня конкуренция существует не только среди предпринимателей. Сегодня конкуренция существует и между регионами за инвестиции, за деловой климат, за развитие. Сегодня ситуация непростая. Хотелось бы, вот, чтобы мы постарались сохранить динамику, по крайней мере, не ухудшить его, и свой потенциал. И здесь, вот, наверное, всем вместе нам нужно будет много-много усилий предпринимателей. Хорошо, хорошо. Ну, я хотел бы представить гостей программы сегодняшней «Ваша партия». Это член Совета Федерации Михаил Павлович Четинин, известный алтайский фермер Александр Васильевич Гуков и председатель Союза предпринимателей Алтайского края Юрий Александрович Фриц. Это была программа «Ваша партия», я ее ведущий, редактор портала «Док-22» Артем Кудинов. А в заключение добавлю, я несколько слов. Далек от мысли, что в Алтайском крае все благополучно, и что за минувшие годы удалось решить все проблемы. Их по-прежнему немало, и преодолевать их придется еще не одному поколению руководителей региона, которые придут вслед за Александром Богдановичем Карлиным. Но то, что пути решения многих важнейших задач, стоящих перед краем, были заложены нынешним губернатором, и при его непосредственном участии для меня очевидно. Улучшать положение дел в Алтайском крае, не дожидаясь чудес и манны небесной, как сказал Юрий Александрович, придется сообщать всем жителям края. Мы только в начале пути, хотя сделаны первые самые трудные шаги. Всего доброго и не будьте пешками в этой жизни. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok